Я работаю в Томском государственном университете с таким интересным направлением в целом Digital Humanities, о том, как технологии влияют на людей, как они нас меняют и до какой степени они нас поменяют. А конкретно мое направление — это социальная робототехника, о которой я бы хотела узнать, сколько времени на них поговорить. Полчаса. Реально, а все же мертвые уже будут. Через полчаса. Можно быстрее. Хорошо, я повторяю, быстрее. Я не умею так виртуозно включать слайды вот этим суперзвекарным сигналам. Поэтому, Александр, работайте. Давайте. Итак, социальные роботы. Вот с чем нам предстоит разобраться, что это такое, где их взяли, почему сейчас они говорят, откуда раньше и вообще, что это такое. Так вот, сама идея, она, в общем-то, лежит очень-очень глубоко. Если мы заглянем во все наши мифы, которые мы знаем, всех-всех-всех народов, мы увидим такую большую мечту человечества. А давайте сделать такую штуку, чтобы она была такая как бы живая, но как бы искусственная, и как бы нам подчинялась, но свободная, но нам подчинялась. Это такая идея искусственного интеллекта, на самом деле. Она описана во всех мифов, сказках, которых вы только найдете. И человечество просто одержимо этой мечтой, одержимо оно до сих пор. И реализовать оно пыталось эту мечту разными способами. Мы сейчас говорим, конечно, не только о социальных роботах, но и искусственном интеллекте, как вы понимаете. То, что предлагалось в мифах и сказках, это было такое, скорее, средство магическое. Из серии, давайте возьмем дракона, зубы у него отнимем, закопаем, там вырастет то, что нам надо. Берем глину, лепим. Когда химия начала развиваться, ну давайте что-нибудь, алхимия, да, что-нибудь вырастем в пробирке и так далее. Но магия не работала. Ну, до сих пор пока нет. А вот физика очень даже. Физика, механика, инженерные науки работали отлично, переворачивались. И, в общем-то, первые, ну скажем так, разработки, которые до нас дошли, информация, они датируются аж с 12 веком. Представляете как? Но это, конечно, были не роботы, это, конечно, было без электричества. Это такие большие часы, грубо говоря, механические, которые что-то делали. Я бы просто накидала картинки, которые были в основном это автоматоны до того времени, как у нас появилось электричество. Позже, в начале 20 века, это уже роботы на электричестве, все черно-белые картинки, которые есть, это вот 20-30 годы роботов, которые мы делаем. То есть это та искусственная штука, которая нам должна подчиняться и вроде как будет свободная. Вот мы вложили для нее форму, назвали роботом. Роботом, кстати, назвали в литературе, инженеры оттуда взяли это чудесное название. Как вы видите, штуку, которую мы хотим сделать искусственной, мы как-то выбрали, что она будет похожа на человека. Но потому что единственное, что мы знали, что разумный есть мир, это мы. Соответственно, если делать что-то еще, то оно должно выглядеть как мы, и похоже на нас, и думать как мы. Мы пытаемся это сделать, это был один из основных путей искусственного интеллекта. Мы кропаем этих роботов, нам нравится, мечты большие, романтическое настроение по поводу того, что сейчас все получится. Сейчас вот будут такие роботы, которых мы сможем любить, они нас смогут любить, они будут работать. Иногда захватывать нас, да, такие варианты тоже были. В общем, все это прекрасно описано во всех литературных произведениях, фильмах, комиксах, компьютерных книгах и до сих пор продолжается. Но вот как-то вот что-то такое серьезное сделать не получилось, по крайней мере на то время. Особенно все попортила война. Попортила война тем, что нам нужны были технологии, прежде всего военные, нам нужно было делать оружие. А после войны, как вы понимаете, заниматься мечтами тоже было особо некогда. Потому что нам надо восстанавливать экономику, нам надо развивать технологии, которые экономику вообще подняли до хорошего уровня. А для этого не нужны роботы, которые выглядят как мы и которые нас любят. Нет, нам нужны роботы, которые будут выполнять конкретные задачи. Которые будут что-то представлять, что-то собирать и делать их лучше, чем люди, быстрее, чем люди. Не надо будет кормить, они не болеют, вообще вы не знаете такие существа. И отныне все мечты, они у нас отошли. Про таких замечательных роботов. Такого, где энтузиастов. Мы начали заниматься роботами-промышленными. Они перешли на заводы. И где-то до 80-х годов все, что мы говорили роботы, это промышленные роботы. Это промышленные роботы. Это еще было связано с тем, что промышленные роботы достаточно большущая штука. Очень дорогая и очень опасная. То есть любить его сложно. Можно только на расстоянии. Но с развитием технологий мы получили возможность уменьшать наши вещи, которые при этом могли бы быть и умными, и интеллектуальными. А это значит, что роботы потихоньку начали приходить с заводов в нашу жизнь вот такими разными путями. Например, робот-пылесос. Который, в общем-то, раньше на лейтспрессе, который вы сегодня упоминали, можно было купить гораздо дешевле, чем сейчас, в связи с экономическими проблемами. Итак, у нас появляются роботы-пылесосы. У нас появляются какие-то роботизированные системы вокруг нас. Я не буду рассказывать, я смотрю, это в курсе. Их появляется все больше и больше, роботы приближаются и приближаются. И вот она идея того, что завести-ка мне робота, который будет готовить мне еду. Который будет убирать все сразу комплексно. Будет манить собачкой. Сейчас уже все дошло до мужа, жены и так далее. Другом, в конце концов. Настоящим другом, который не придаст. Вот, почему бы не сделать это сейчас? И в 80-е годы эта идея много просто обуревает всем человечеством, в том числе и робототехникой. И мы начали вновь задумываться, а не сделать ли таких роботов. Сказано сделано и не делаем таких роботов. Вот один из таких роботов как раз сделан уже в 2000-х годах. Роботы особые, роботы другие. Роботы, с которыми мы общаемся совсем по-другому. И так, вот они наши 90-е годы. Мы оказались тем, что нас появилось два типа роботов. Посмотрите, с одной стороны это пылесосики, промышленные. Они естественно развиваются, мы никуда не делаем. А с другой стороны вот такие милашки, которые некоторые выделили как люди, некоторые как животные, некоторые как, ну такое, что мы называем, няшечными существами. Их становится все больше и больше и больше, и они какие-то другие. И называть их, кто эту роботу, неизвестно поворачиваться. Это надо как-то разделить. А собственно их и разделили. Все, что в этой стороне у нас не социальные роботы, все, что в этой социальные. Теперь разберемся, что такое социальные. Как нам предлагает одна из известных исследователей и пионеров этого направления Синтия Бразиль. Она работает в MIT, в медиалабке. И предлагает вот такую классификацию ролей роботов за взаимодействие с человеком. Итак, первый робот как инструмент. Это наши промышленные роботы. Это роботы-хирурги, например, которые сегодня врачи проводят операцию достаточно успешно. Второй вариант нашего взаимодействия с роботом это роботы как продолжение тела. Это роботизированные руки, это роботизированные ноги, искусственные глаза. Это вот то самое слово киборги, которые активно вписались в рекламе моей руки. А или также роботы, которыми мы можем садиться внутрь и управлять экзоскелетом. То есть то, что продлевает наши возможности. То, что делает нас сильнее и больше, но тем не менее мы остаемся собой. Робот как аватар. Это если вы не хотите выйти в школу, мы сидим дома, отправляем туда робота. И это, кстати, тоже уже делается и в российских школах, тоже уже будет несколько таких экспериментов. Но, естественно, не с теми детьми, которые не хотят идти в школу, а с теми детьми, которые просто не могут пойти в школу. Робот приезжает вместо них в классе, выезжает по доске, говорит. В общем, ребенок полностью не управляет из дома. Или если мы куда-нибудь, если мы родные начальники, поехали на ЛУА, отдыхаем, дальше проводим совещание с помощью большого терминопада. То есть, опять же, но это робот не автономный, да. Это робот, который мы управляем. Это аватар. Но хотя тут разные направления есть, вплоть до того, как управлять этим аватаром, а не управлять моим мозгом, это вообще очень удобно. Сегодня интерфейсы мозг-компьютер вместо таких приоритетных направлений. Кроме того, если мы будем развивать это направление, мы реализуем еще одну такую побочную мечту человечества, это жить подольше. Как жить подольше? У нас тело не очень хорошее. Оно портится достаточно быстро. А вот если мы где-нибудь лежали в пробирочке, примерно как в матрице, и мозгом управляли железной штуковиной, которая выходила, ну, обязательно железной мы можем пойти в биоматериалы и так далее, то, в общем-то, наша жизнь могла работать гораздо дольше. Например, мозг рассчитан на 300 лет, а все остальные органы, ну, как-то поменьше. В принципе, если оставить только мозг, дать возможность управлять какой-то штуковиной, тадам, пока еще не вечно, мы мечтаем жить лично, но побольше. И, кстати, можно менять внешности тоже очень удобно. Итак, и, наконец, робот как социальный партнер. До этого все три вещи, которые вы рассмотрели, не были автономными, они были управляемыми. А вот робот как социальный партнер предлагается то, что он будет сам по себе, сам принимает решения, сам реагирует на нас, у него там свой характер, все серьезно, и мы общаемся с ним абсолютно так же, как с другим человеком. Нам это удобно. Итак, это новый тип взаимодействия, социальный. На всякий случай поясним. Есть не социальный тип взаимодействия, это я подошла и ударила робота, или я подошла и нажала кнопку, или я подошла и оторвала ему руку, или я подошла и сказала, чисти, голосовая команда. Он пошел, чисти. Это не социальное взаимодействие, и мы так взаимодействовали со всеми роботами, просто этого не замечали, что они вокруг нас. А другое взаимодействие социальное. Это то, как мы привыкли общаться друг с другом. Это когда я говорю, привет. И робот мне, привет, я говорю, бери, полгода не буду. И вообще, все грязно, делай сама и так далее. В зависимости от характера. Вот такой робот, с которым мы используем наши семиотические, такое сложное слово, системы. То есть речь, жесты, мимику, эмоции, то, как мы общаемся с другими. На самом деле, если так и думаться, мы со всей техникой общаемся, пытаемся общаться социально. Я уверена, что вы ругались на компьютер. Я уверена, что вы сообщали принтеру все, что о нем думаете. Какие-то другие вещи с машинами. Очень часто ласточку уговаривали какую-то технику. Это называется, да, человеку свойственно наделять оживлять технику, пытаться с ней общаться вот такими социальными способами. И тогда робототехники задумались, если мы приносим роботов в наш дом, а это уже точно так, какой интерфейс будет наиболее естественным, чтобы не сказать, где у него кнопка, да. Интерфейс, к которому мы привыкли, социальные взаимодействия, это просто удобно. В общем-то, таких роботов начали создавать. Я ж не помню, что там. Вот она просто демонстрация вашей возможности физического и социального взаимодействия. Ну, здесь у нас молодой человек управляет чудесно большими штуками. Сегодня бои роботов даже проводятся на таких чудесных вещах. Робот-хирург. Робот, который кормит с ложечки. Это для людей, которые с ограниченными возможностями не могут это сделать. И социальная. Девушка приветствует. Бабушка обнимает чудеснейшего робота-тюленя, покажу его вокруг них. Когда вы здороваетесь за руку с роботом, и так далее. Если вам кажется, что таких роботов еще нет, и это все на уровне фантастики, я тут пришла просто поговорить о том, что будет, вы ошибаетесь. То, что их, скажем так, нет в Томске, это не значит, что весь мир уже, в общем-то, особенно Япония, особенно Германия, не так. Итак, какими характеристиками должны обладать вот эти роботы, что они должны в мире? Это один из чудесных роботов Media Lab, дракончик для ребятишек, чтобы они учили английский язык. Тоже свой характер, может повременничать, может пообниматься. Кстати, роботы социальные, в зависимости от того, как вы с ними взаимодействуете, они не запоминают. Это означает, что если вы все время ругали, повышали голос или ударили, ну тут датчики, естественно, они не чувствуют боли, то в следующий раз, когда вы зайдете в комнату, они от вас куда-нибудь в угол пойдут, или будут сердиться. Или наоборот, если вы их гладили, обнимали, и ласковыми словами называли, они будут радоваться вашему приходу. Это вот одни из программ. Это, естественно, программа, естественно, но тем не менее. Итак, я думаю, вы уже прочитали все, что должны делать социальные роботы. Это те социальные характеристики, которые наведят у нас. Естественно, это не те социальные характеристики. И вот это все, вот эти дела, занимаются особое направление, новое, междисциплинарное, под названием социальный робототехник. Social robotics. Междисциплинарное, потому что здесь вместе работают программисты, им все это писать. Бедному вещам, оно у нас сердится постоянно. Инженеры. Никто не отменял задачи, которые должны шевелиться, как это должно действовать и так далее. И, как ни ужасно, гуманитарий. Это ужасно для инженеров и программистов, которые сталкиваются с этими гуманитарием. Потому что для таких роботов нужно понимать, как что они должны говорить, как они должны действовать, как они должны себя вести, как они должны действовать. Вот, это я. Это я. Такое замечательное направление есть. Меня очень радует, что оно появилось в России. В том числе, я уже рада, что оно появилось в Истонске. Давайте дальше. Телефон может снимать. Основные вопросы, которые... У меня такие социокультурные вопросы. Еще раз говорю. Все, что стояло перед разработчиками робототехников и программистов, вот эти вопросы, как робот должен двигаться, как он отходит препятствия, как он распознает образы, это все, естественно, здесь. Это никуда не ушло. Но это новые вопросы, которые появились перед разработчиками. И первое из них такое важное, как эта штука должна выглядеть. Оказывается, для нас, для людей это очень важно. Либо мы видим белые пушистые симпатяшку, либо мы видим такого большого терминатора. Мы не понимаем, обычные люди не понимаем, что это одна и та же железяка с программным кодом. Но как только мы видим белые пушистые котеночки, мы туда бежим обниматься. Если мы видим что-то большое железное отталкивающее, нас это пугает. Для людей очень важна внешность. И тут возникает вопрос, а какую внешность тогда выбрать? Естественно, привлекательно. Ну, понятно, да? Мы же должны это продавать в конце концов. Вы понимаете, что все делается для продаж в том числе. И у нас два варианта. Первый вариант. Это должно выглядеть как человек. И тут опять два вопроса. А это должно выглядеть совсем как человек? Вот прям как вы ими, да? Вот так вот. Или все-таки нет? И вот Хироши Шигура. Кто робот, кто человек? С вашего лева, с моего лева. Ну, с нашего лева, с чем лев? Вот который прям внимает, да? Он помоложе. Ну, на самом деле, робот-то помоложе Хироши Шигуры будет. Хироши Шигуры, он прям уверен в том, что эти роботы должны выглядеть в точной копии человека неотличимы. Они должны встраиваться в наше общество. Именно тогда мы будем относиться к ним серьезно. Поскольку эти роботы пойдут не только на, скажем так, позиции «помоги, убери». Это роботы, которые пойдут на позиции старших менеджеров и управляющего персонала. Вот к этому я знаю, что мы ранее не готовы когда-нибудь сговорить. Итак, у Хироши Шигуры, посмотрите, в интернете очень много различных роботов, как девушки, как мужчины. Он себя периодически делает кофе и устраивает шоу из серии. Я прочитаю лекции вам по скайпу, а лекцию начинает читать робот. Никто этого не понимает, все сидят слушают. Через некоторое время выходит Хироши Шигуры и говорит, ну как? Все нормально? Это был мой робот. Вот таким образом он развлекается. И на самом деле его последователей очень много, которые говорят, да, роботы должны выглядеть точные копии, как мог. Но до определенного момента это хорошо, до тех пор, пока вы не увидите этих роботов вживую. Это отдельная тема разговора, поэтому останавливаться мне не буду, но скажу вам, что будет где-то вполне жутко. Либо мы делаем роботов похожих на людей, но явно не как люди. Например, пластиковые, да, какие-то ходячие такие штуки, или R2-2, ну такие вот, что-то человеческое в них указывается. Но они не люди. Это гуманальная интерфейс, и это в основном всем нравится. Либо мы делаем вот такими няшечками. Это 90-х годов, кстати, робот один из первых социальных роботов, робот Леонардо. Очень милашечка, эмоциональный. Вот он как раз запоминает, как вы себя ведете, ушками шевелит, носит робот, общается с ним, можно разговаривать и так далее. Второй вопрос, который волнует разработчиков, как сделать общение с роботом комфортно? Должен ли он вам говорить, мой господин? Должен ли он вам подчиняться все время? Или он все-таки должен иметь свой характер и сказать, нет, я не буду, нет, я не хочу? Должна ли быть у него какая-то личность? Какую личность мы примем? Как? Вообще, что он должен говорить? Какое расстояние должен выдерживать? В общем, куча таких вещей, которые мы пытаемся исследовать в коммуникации и переложить на робота. И это, наверное, сейчас одна из самых сложнянских вещей. И третья такая, тоже важная вещь. Что насчет этики? Не все инженеры и программисты об этом задумываются, особенно когда делают робота, а задумываются о том, что у нас тут есть. У нас есть три знаменитых закона Азимова, которых, кто не знает, обязательно посмотрите. Из литературного произведения и из рассказов «Я робот», очень отличается от фильма, поэтому, если что, почитайте, хорошие рассказы. Где он такие сформулировал три закона этического взаимодействия между роботом и человеком. Если вы посмотрите, то робот там должен подчиняться человеку, должен следить за своей безопасностью и ни в коем случае не подчинять ему вред. Тут такой большой вопрос стоит перед военной робототехникой, допустим, как с ней быть, или роботами полицейскими, которые должны спасать, стоит или не стоит. И нулевой закон там даже про человечество, он там серьезно к этому вопросу подошел. И когда у нас появилась робота сегодня в таком массовом количестве, и Google буквально два года назад скупила в Америке почти все компании, производящие роботов, и заявила о том, что Google такие серьезные ребята, не собирается выпускать массово социальных роботов доступных, встает вопрос, достаточно ли этих законов, или нам нужно придумать что-то новое. Тем более этика это как бы как то, что устоялось среди людей. Ну что насчет юридических сторон. Если такой робот вас сильно-сильно обнял и да просто хвостил. Или если вы испинаете своего робота топором на зубе. Стоит вообще это как-то вот на цепи, это была ваша собственность или это было что-то большее, да, чем вот уничтожить холодильник и уничтожить робота, который я вас сейчас обниму. Вот это исследуется сегодня, и кстати очень интересный вариант исследования, и очень интересные результаты получаются по этому поводу. И поэтому вы не поверите, но толпа юристов на полном серьезе сегодня готовит законопроекты о том, как регулировать взаимодействие человека и робота, ответственность разработчика, права роботов. Слушайтесь в это пожалуйста, права роботов. Не людей, но и людей тоже конечно, права роботов и так далее. Этическая сторона обсуждается серьезно, просто в глобальном масштабе. Не в рамках какой-то одной страны или каких-то маленьких людей, которые сказали, о, давайте, давайте об этом поговорим. Нет, напомню, серьезно. Давайте еще посмотрим, какие у нас есть сегодня. Я просто взяла и накидала то, что у нас есть. Это не все роботы, просто у нас время ограничено, я просто говорю, где они уже пришли в массово. В массово они пришли в первую очередь с первообслуживания, особенно это касается ресторанов, кафешек и так далее. То есть рестораны и кафешки, где полностью готовят роботы, заказывают вас, принимают роботы, приветствуют вас роботы и так далее. Не ждите там, конечно, итальянской кухни, безусловно, сейчас народ доходит в основном для того, чтобы, ну, роботы, вау, ее принесли заказ роботы и так далее. Но, тем не менее, таких ресторанов несколько в Китае, несколько в Бангкоке, я не знаю, масса в Японии, Германии, Европе и так далее. То есть это такой вот сегодняшний день. В гостинице, в которой полностью обслуживание проходят роботы, полностью вы приходите, они вас приветствуют, они отводят вас в номер, нету горничных, они приезжают, у вас там какой-нибудь помощничек в своем номере и так далее. В разных профессиональных сферах, в разных профессиональных сферах, в данном случае я привела медицину, это роботы, которые переносят тяжело больных, чтобы медсестры так серьезно не подвергались этой физической нагрузке. Есть очень много роботов-хирургов, роботов-врачей, роботов-космонавтов, которые, кстати, среди них есть отечественные разработки социальных роботов-космонавтов, я очень этим горжусь. Есть роботы-пожарные, я сейчас просто перечисляю, любую сферу, которую вы спросите, там уже разработки социальных роботов, которые работают в команде с людьми, есть. Терапевтические роботы особое направление. Да, вот этот мяшечка БАР, который уже несколько сотен, по-моему, уже приближается к тысяче экземпляров по всему миру. Это один из первых самых массово продаваемых роботов для людей, скажем так, опытных в годах, назовем их вот так. Вот проблема связана с тем, что люди, скажем так, старшего возраста испытывали депрессию, одиночество, и некоторые страны это приводило к большому количеству самоубийствам, в том числе, и, в общем, негативному психическому фону. Как только мы помещаем этого человека рядом с таким чудесным паром, вот этот нижний тюленчик роботом, психологический фон очень сильно улучшается. Что он у нас может в пар? Он не может передвигаться, он не может говорить, но он издает душесчипательные звуки детеныша-тюленя, которые воздействуют на самую нервную систему, заставляющую бежать, обнимать. Тем более двигаться не может, он еще вот это действие делает при этом, когда живет беспомощно. В общем, народ сразу кидается. Его привозили несколько раз в Россию, в Москву. Я, безусловно, наблюдала за этим процессом, как реагируют на него взрослые дети. Вы видите эту чудесную шкурочку, его давали погладить и потрогать, так вот, задняя шкурка была черная. То есть, бедные организаторы выставок, они, в общем, шкурку меняли, снимали. Хорошо, что этого не видели, все пустили, это достаточно жутко. Он еще чудесно заряжается. Заряжается он чудесно, зарядка у него втыкается в рот, и она выглядит в виде соски. Все, умильность на высшем уровне. То есть, это хорошая, грамотная работа дизайнера. Помимо людей в опытных годах, у нас еще есть направление ребятишки-аутисты и люди с нарушением умственных способностей. С аутистами здесь следующая ситуация. У них плохо развитые, так называемые, зеркальные нейроны. Они не могут повторять за кем-то. А мы учимся с вами в результате повторения за кем-то. Вот, для нас это важно. Поэтому этих детей очень сложно научить, чем вот и социализировать. И на людей они реагируют, ну, крайне негативно. При этом на животных хорошо. То есть, как только мы берем этих детей и помещаем к лошадкам, дельфинам и прочим вот этим чудесным сущностям, там все отлично. Но эти лошадки не управлены. Но если мы берем и подсаживаем к ним робота, который выглядит таким способом, но мы можем им управлять или задавать какую-то программу, таким образом мы можем обучать этих детей. И сегодня в Великобритании, например, или в Европе в целом, такие исследования и результаты очень высоки. По работе детьми аутистами, поэтому у нас терапевтические роботы появляются. Давайте еще. Здесь у нас роботы-помощники и компоненты. Такие варианты. Промо. В центре пейперов робот, который стал продаваться в этом году. Несколько тысяч, по-моему, зубляров уже продано по всему миру. И то, что я вам еще скажу, за УРБУ раскуплен весь до дня его официальной продажи. По предварительной продаже. Это очень эмоциональный робот, распознающий эмоции, способный обнимать. А в основном работающий в магазинах, в таких рекламных целях, которые, да, заходите, у нас здесь вот это, у нас здесь вот это. Ну и, естественно, для проведения исследований. Безусловно, военные технологии, где очень много денег, признаюсь честно, больше всего денег из военных технологий, даже в физике. Там есть свои варианты социальных роботов. И это роботы-солдаты. Очень так аккуратно сказано, что это роботы-солдаты, которые готовятся для того, чтобы заменять людей на особо опасных участках. Или сюжетах, так сказать. Ну, вы подумайте, для людей, для солдат вообще, какие особо опасные сюжеты, и где их будут заменять роботы. Ну, а плюс, эти роботы будут работать в команде. Ну, это организм роботов-солдат, созданная компанией DARPA. Это не совсем компанией, это агентство передовых исследовательских технологий в Америке, которые, в том числе, как сегодня говорили, и к интернету имеют отношение. Самым самым первым. В общем, вот такой солдатик уже создан. Бегает, прыгает, распознает. Это просто имейте в виду. И это не единственный вариант. То есть роботы-солдаты разрабатываются в разных странах. Давайте дальше. Безусловно, сфера развлечений. Из сферы развлечений у нас роботы-актеры, роботы-танцоры. Вот эта чудесная девушка, которую, вы видите, у ней есть несколько своих альбомов, своя фаб-группа, свои поклонники. Она выходит в качестве модели свадебных платьев на заключительных показах. У ней есть люди, которые сходят под ней с ума и хотят жениться. Ну, это, естественно, няпонском обществе, я вам сейчас сообщаю. В общем, будущие звезды на ближайшее время — это роботы. Ну, и роботы, с которыми уже проходят спектакли. Это тоже. То есть сфера развлечений — это наше все. Давайте дальше. Это просто показываю музыкантов, роботы-музыканты. Самая верхняя, я путаю уже левая или правая, группа. Что могу сказать? Это европейские такие метал-направления. Вот у них гастроли, расписанные на год. Просто билеты дико дорогие. Фан-групп, соцсети, фанаты, свои диски, записи. Специально для них написана музыка. Еще раз говорю, это не те роботы, которые, ну, как музыкальная шкатулка работает, да, они просто делают вот так вот и музыка звучит. Нет, они реально играют на детали. Эти роботы-музыканты много реально играют, реально взаимодействуют с инструментами. Есть даже роботы, которые взаимодействуют с человеком, пытаясь создать новую мелодию. То есть, играют на каком-то одном инструменте человек на другом роботе, и они вместе в данный момент создают какую-то мелодию, импровизацию. Ну и, конечно, среди социальных роботов есть свой такой негласный кумир, на которого все оглядываются, на которого все смотрят, на которого все пытаются превзойти, все пытаются себя с ним сравнивать. Это Asima, японская компания Honda. Робот-помощник. Создано его очень много в разных вариантах. Купить нельзя. Они не продают этого робота. Можно взять в аренду. Это дико дорого. Что может бегать, прыгать на одной ноге? Если у вас есть инженеры, вы должны понимать, как это сложно. Двухногим вообще существам чего-то делать. Распознавать несколько голосов сразу. То есть, если он к вам подходит и спрашивает, скажет. Молоко, кофе, чай одновременно он услышит, распознает, принесет. Нальет до этого момента. Обходит людей. В общем, роликов масса. Я думаю, вы посмотрите, кто заинтересуется. Давайте дальше. И, собственно, вопрос. А наш, это российский, есть социальные роботы? Все-таки. И тут я с гордостью говорю, что да. Потому что 4 года назад я говорила, только один. А сегодня я говорю, да, есть. Есть? Ну, скажем, не густо. Спокойно. Итак, это компания Neerobotics. Она находится в Деванограде. Это одни из из-за сбороков. Вообще не в полный рост. Это просто представляет из части. Кстати, Алиса, при... Кромат Алисы, ее привозили в Томск несколько раз. И показывали по нашим выставкам, как можно было видеть. Сейчас у них еще несколько роботов я просто не накидала. А Владимир, директор этой компании, на голову в энтузиазме, то есть компания зарабатывает на трубок, он на голову в энтузиазме создает вот этих роботов. Создавал. Сейчас уже вроде тянулся в процесс продаж. Он говорит, что он считает, что роботы должны быть похожи людей. Вот прям идентичны. Есть у нас разработчики, которые считают... Я так внимательно смотрю на Александр по-другому. Вторая наша крупная компания, серьезная, это андроидная техника. У них тоже несколько вариантов гуманойных роботов. Это один из последних вариантов. В 600 находятся они в Магнитогорске. И в Москве, то есть, смотрите, не все в Москве. То есть, Москва это такой коммуникативный пункт. Такой, примерно, вот такого роста. Входит, бегает, распознает. Сейчас его по всем университетам по России раскидали задачи. Кто-то просчитывает равновесие, кто-то будет учить говорить, кто-то будет еще чему-то. То есть, такие распределенные задачи. Кроме того, как раз в андроидной технике есть и другие варианты робота, в том числе, которые в космос будут запускаться. Даже на них посмотрите. Это другие наши более маленькие варианты. Еще раз говорю, не все я просто взяла. Робот-колобок. Нижний сегодня у него интерфейс более дружелюбный. Это для маленьких ребятишек. Наверху, наверное, сейчас самый успешный наш массовое продавание промо-бот. Их тоже они сделали, по-моему, сотни или несколько сотен. Боюсь ошибиться. Надо посмотреть. Это ребята из Перми делают. Вот, которого верхнего. Из Перми уже многие магазины, в основном за рубежом, закупили. То есть, это международный. Это просто мой любимчик. Я честно скажу, я не скрываю. Робот-деревяка. Просто шикарный интерфейс. Это реально фанера, реально солома. Он еще вот так вот ручку крутит, когда действует. И я тоже его видела несколько раз. Да, если ему просто что-нибудь засунуть, там светодиодики умикаются. Дети в полном восторге. Просто, когда я бываю на выставках, и он там несколько раз присутствовал, я наблюдала, как реагируют дети. То есть, у нас есть много новомодных там на выставке. В основном и наши роботы, я признаюсь, привозят из-за рубежа. Вот они все такие пластиковые, такие глянцевые, такие прямо стильные, шикарные роботы. Маленькие дети брюлеры, и этот ездит такой. Ну, примерно вот такой. Вот он, звуки еще специфические, соломка как колышется. Так вот, детяти в восторге. То есть, маленькие. Казалось бы, да, интерфейсы. Дети в восторге. Они все время, ну, засовывают чему-нибудь в рот. А нету соломки ребят. Я не знаю, как нам разработчики решают, ручку крутят. И так далее. В общем, я все время могу увидеть, что вот ездит вот он, таким вот, смейкой. Не за ним такая, ну, по-другому все время идет. Но пару, естественно, они, безусловно, тоже любят. Это наши роботы. Мы все равно гордимся. Собственно, почему я вам рассказывала про социальную робототехнику? Ну, потому что я и занимаюсь, и это нужно. Потому что я и занимаюсь, и провожу исследования. У нас в Томске есть три робота НАУ. Это социальные роботы, те, которых вы здесь, вы видите. Два из них в Томском университете государственном, в котором я работаю. И, собственно, провожу исследования, пытаюсь делать вклад в социальную робототехнику, как люди воспринимают, что для нас важно, что не важно. Ну, и на самом деле, помните о том, что исследования таких роботов, вообще социальные роботы, это исследования, прежде всего, самих себя, исследования человека. Больше всего мы узнаем о человеке, когда мы исследуем роботов. Все, всем спасибо. 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 Спасибо.